Мой доклад по статье Хаммерсона под мировым возможностям, статья старенькая, 81-го года. Ну, мне она интересна в основном потому, что это альтернативный способ конструирования ситуационной семантики, которой я интересуюсь. И он настолько же старый, как и семантика Барвайса и Перри. Даже в конце статьи есть ссылка на одну из статей Барвайса по этой теме. И интересно сравнить. Ну, тем, кто не знаком особенно с ситуационной семантикой, мне кажется, эта статья тоже может быть вполне интересной, потому что она написана как-то достаточно внятно и никаких дополнительных знаний не требует, кроме знакомства с более-менее обычной семантикой выложенных кругов. Значит, общая идея Хаммерсона состоит в том, чтобы построить логику по аналогии с темпоральной логикой, которую он строит в одной из более ранних статей. И основное понятие этой темпоральной логики – это интервал, рассматриваемый как самостоятельная сущность, а не как множество моментов времени. И аналогично для модельной логики он предлагает в качестве примитива использовать понятие возложности, рассматриваемые как самостоятельная сущность, а не как множество возможных миров. Значит, суть тут в том, что возможность, в отличие от возможного мира, не является полностью определенной. То есть не про каждую пропозицию мы можем сказать, что она либо истинна, либо ложна в этой возможности, при этой возможности. И таким образом возможности допускают уточнение. Вот англоязычный термин «refinement», который использует Хаммерсона, я его перевожу как уточнение, потому что более адекватного перевода не в голову пришло. Значит, то есть мы можем провести, имея какую-то возможность, не до конца определенную, мы можем провести ее дальнейшую спецификацию путем введения каких-то дополнительных условий на нее. И если представлять возможные миры как точки некого логического пространства, то возможности будут областями этого пространства, и причем размер такой области можно будет уменьшать настолько, насколько это потребуется. Предел уменьшения в данном концептуальном каркасе можно было бы назвать точкой, но при этом можно считать, что этот предел никогда не достигается. Правда, как пишет Хаммерстоун, это дополнительное предположение, которое можно и не принимать. То есть, в принципе, можно в этом концептуальном каркасе без взгляда до него допустить существование полностью определенных возможностей, если нам так хочется. Вот я тут нарисовала картинку, как это все выглядит в такой геометрической аналогии. то есть, если голубой область обозначает некоторую возможность Х, о которой известно, что в ней выполняется какая-то формула Пи, то мы можем ее уточнить, построив другую возможность Х, вот красная область на рисунке, в которой будет выполняться Пи и еще дополнительно некоторая формула Ро. Если нам нужно еще точнее, мы можем построить возможность З, желтая область на рисунке, в которой будет выполняться и формула Пи и Ро, и еще какая-нибудь формула Сигма и так далее. И вот напрашивается сравнение с бесточечной геометрией. Я знаю, что есть такая в свете. То есть, область является примитивным понятием, и через нее можно определять точку, а не наоборот, определять область, как множество точек, находящихся внутри какой-то границы. Как говорит Хамбер Стоун, философским основанием для такого построения модальной логики может быть антиресосново-возможных бюрок. То есть, утверждение о том, что неправомерно переходить от утверждения о том, каким могло бы быть положение вещей, к утверждению о том, каким оно, это положение вещей, в том или ином смысле является. И даже если мы будем строить в этом концептуальном каркасе аналог понятия возможного мира, как пределы уточнения, все равно он не будет идти против этих антиресосново-возможных бюроков, потому что он здесь понимается любо логически и свободен от каких-либо антологических коннотаций. Есть, правда, одна проблема с актуальным миром, потому что актуальный мир, естественно, все-таки считать полностью определенной возможностью и при этом возможностью, которая действительно существует. Однако Хамберстоун говорит, что в той семантике, которую он предлагает, здесь не требуется выделять актуальный мир каким-то особым образом, поэтому вопрос о его статусе можно оставить без ответа. И если, например, мы выберем вариант, в котором не используется дополнительное предположение, что всякая возможность должна быть не полностью определенной, тогда мы можем ввести возможные миры и, соответственно, считать актуальными, ну, то есть возможные миры как полностью определенные возможности, и тогда считать актуальный мир одной из таких возможностей. Значит, задача, которую ставит перед собой Хамберстоун в этой статье, как я его поняла, состоит в том, чтобы показать, как построить на семантике возможностей логику, в которой будут доказуемы, по крайней мере, основные теоремы классической и желательно модальной логики. Вот дальше у меня приведена цитата почти без изменений из книжки. Значит, вопрос, на который он отвечает, состоит в том, можно ли построить такую логику на семантике, которая допускает неопределенность. И он отвечает на этот вопрос утвердительно, говоря, что все, что требуется для этого, это чтобы в неопределенных сущностях, в отношении которых формулы выполняются или не выполняются, можно было разрешить любую конкретную неопределенность. Ну, в данном случае он это делает путем уточнения. А не чтобы каждая, каждый из этих элементов, каждый каждый раз был полностью определен. Ну и, соответственно, той задачей, которую он вставит, Хамбертстоун заранее оговаривает, что он будет использовать только полностью стандартный язык для своей логики. Естественно, условия истинности для элементов этого стандартного языка, для конъективов, операторов, должны будут сформулированы быть несколько иначе, чем они формулируются в стандартной логике, в логике для семантики возможных миров. но при этом он старается сохранить по крайней мере смысл этих языковых элементов. Вот как он это делает. Значит, ну, для начала он задает модель для семантики возможностей. модель это вот такой кортеж, выглядящий тоже, опять же, достаточно привычно. W это не пустое множество возможностей. Значит, V функция эвалюации, ставящая в соответствие парам с некоторой мета языковой пропорциональной переменной и некоторые возможности одной из двух значений истинности. Ну, такая функция эвалюации тоже встречается в пропозициональной модальной логике. Единственное, что она здесь частична. То есть, какие-то пары из пропозициональных переменных и возможностей не будут получать значения истинности. И таким образом у нас получается бинарная логика с ней. Значит, Хамберстоун специально обращает внимание на то, что это именно бинарная логика, а не логика с тремя значениями истинности, одним из которых является значение неопределено. Вот, значит, единственное, что здесь немного отличается от привычной картинки, это вот эти два отношения. Обычно используется одно отношение в семантике возможных неров, которое называется отношением незатяжимости, и тоже обозначается R. В данном случае, поскольку миров у нас нет, под R должно пониматься нечто другое. И вот Хамберстоун вводит еще одно отношение, которого вообще в семантике возможностей не было. Это отношение по обозначению опять же понятно, что это отношение представляет собой определенный порядок, это отношение нестрого частичного порядка, точнее, на возможности. значит, ну и соответственно, если в тех случаях, когда нам требуется отношение строгого порядка, мы его обозначаем тоже более-менее приличным образом, символом больше. истинность формулы Пи, он использует греческие буквы для обозначения формулы профессиональных переменных, значит, истинность формулы Пи при какой-то возможности Х в такой модели обозначается вот таким значком, двойным штопором. И значит, основное условие истинности в модели состоит в том, что при какой-то возможности Х формула Пи истина, если и только если валиюация Пи при этой возможности Х будет давать истину, иметь свое значение истина. значит, здесь требуется заметить, что поскольку Ви это частичная функция, то мы получаем альтернативные определения отрицания, либо отрицание можно определить слабым способом, который соотносится с классическим пониманием отрицания и в этом смысле отрицание означает, что отрицаемая формула не является истинной в модели при данной возможности. Либо мы можем определять отрицание сильным способом в интуиционистском стиле и тогда оно означает, что формула является именно ложной. Амберсон выбирает сильное отрицание, а вместо слабого использует вот такую запись с перечеркнутым двоимым штопором, которая просто означает, что при возможности Х формула Пи не является истиной. Самым важным элементом его построения являются два требования, которые он накладывает на модели, допустимые в его семантике. Это требования усойчивости и уточняемости. Чтобы обратить внимание на то, что это именно формальные требования, я их пишу с большой буквы. Значит, устойчивость, по-английски persistence. Требование состоит в том, чтобы для всякой пропорциональной переменной Пи и всяких возможностей Х и У, если Ви от Пи от Х определено и значит у нас имеется вот это отношение Х между Х и У, то В от Пи Х равняется В от Пи У. В чем смысл? Смысл в том, что вот это отношение это и есть то самое отношение удочинения, которое здесь на картинке мы изображали как вложенные друг друга в области. и раз мы понимаем таким образом, мы хотим, чтобы какая-то формула, если она истинна при данной возможности, была истинна также и при уточнении данной возможности. мы скажем, если у нас имеется какая-то возможность, в которой значит Волга впадает в Каспийское море, и мы уточняем эту возможность, не должно такого быть, чтобы после уточнения у нас Волга перестала туда впадать. И вот значит требования устойчивости это и есть обеспечивает как раз такое условие. Я хочу обратить внимание на то, что сам этот термин устойчивость персистенс, он встречался и в семантике возможных неров Барвайса и Берри, и в семантике возможных неров Крацера, если кто-то помнит мои доклады по этому поводу. Однако он там обозначает несколько иных вещей. Значит у них, поскольку они используют да, простите, я уже сказала на семантике в одном из миров, ситуационное, конечно. Поскольку они используют понятие ситуации реалистическое, а не сугубо логическое, как Хемберс Толл, у них значит подобный символ означает не логическое уточнение, а пространственно-временную вложенность ситуации. Поэтому для них является проблемой устойчивость в смысле расширения пространственно-временных рамок, а не расширения логических описаний. То есть это две разные устойчивости и проблемы с ними совершенно разные. Касательно второго тема уточняемость по логическим файн-отделите. Можно сказать следующее. Требование уточняемости как раз и есть то, что обеспечивает возможность построения классической логики на семантике возможностей. И оно гласит, что для всякого π и всякого х, если v от π не определено, то существуют такие возможности y и z, что y уточняет х, v от π равняется истинно. И z уточняет x, и при этом v z равняется лжи. То есть, проще говоря, если у нас значение какой-то формулы не определено на возможности, которая как-то задана, то мы можем, уточняя эту возможность, дойти до такой возможности, где эта формула будет истинно. Или же по-другому уточняя эту возможность, мы можем дойти до такой возможности, где эта формула будет сложной. Проще говоря, не бывает не определенностей самих по себе, они бывают только потому, что какая-то возможность, включая в себя две субвозможности, так сказать, в которых значение истинности этой формулы равное. И вот по поводу отрицания. Условия истинности для отрицания, которые соответствуют требованию устойчивости, такие. Если в возможности х истина формула не альфа, то есть в возможности х истина формула не альфа, если и только если для всякого уточняющего х выполняется, что в у не истина формула альфа. То есть отрицаемая при данной возможности формула не должна становиться истиной, но она может стать неопределенной при каких-либо уточнениях этой возможности. Это и есть тот смысл который мы вкладывали в требования устойчивости. Вот Хамперстон говорит, что требования уточняемости представляются собой подбедительные портеления и значит он дает ссылку на работы Кэмпа и Файна 75-го года работы, где подобный метод используется для вычисления значений неясных выражений и сформулировано соответствующее требование применительно к неясным выражениям. Ну то есть насколько я понимаю должно быть что-то такое, что если значит неясно распространяется ли выражение на какой-то случай, то мы можем уточнить этот случай одним из двух способов. Первом способе значит это выражение будет распространяться на него правильным образом, а при другом уточнении не будет. Ну, конечно, за подробностями надо обращаться к другим образом. Значит, и последний примитивный элемент языка, который определяется Хамперстоуном, это конъюнкция, значит, условия истинности, для которой тоже выглядят достаточно если возможности Х истинно формула альфа конъюнкция бета, только если возможности Х истинно формула альфа и в ней же истинно формула бета. Ничего необычного. Далее. Значит, вводится понятие общезначимости, и отношение логического следования. Общезначимость формулы Хамперстоуна определяет, как истинность формулы при всякой возможности, во всякой модели, что тоже является достаточно привычным. Значит, отношение логического следования, он обозначает вот таким другим другим двойным штопором. Значит, такая запись означает, что при всякой возможности и во всякой модели, где истинные формулы с альфа первой по альфа n, также истинная формула бета. Ну и, собственно, исследование вот этого отношения, это и есть, насколько я понимаю, то, чем Хамперстоун по большей части здесь занимается. Значит, он выводит несколько лем. Здесь я их выписываю с доказательствами, но я постараюсь не читать полностью доказательствам, потому что это будет очень долго. Первая лема, которая является прямым следствием принципа устойчивости, гласит, что если возможность Y уточняет возможность X, и при этом при X истинная формула альфа, то при Y истинная формула альфа тоже. Вторая лема, классическая для всякой формулы альфа очень значима, если только если альфа является фактической трофологией. Значит, в доказательстве можно обратить внимание на то, чтобы доказать эту лему в сторону только если достаточно придать те значения истинности для пропозициональных переменных в альфа, которые в классической пропозициональной логике делают эту формулу ложной. И тогда в принципе получается, что можем скопировать модель классической логики, то есть перенести наш концептуальный каркас. значит третья лема гласит, что если при возможности х не является истинной формулой альфа, то для некоторого уточняющего х выполняется, что при y истинно формула не альфа. Лема 3 является связанной по смыслу с требованием уточняемости. и говоря, она и есть, это и есть гарантия того, что требование будет выполняться. Значит, четвертая лема касается двойного отрицания. Она гласит, что если при x истина не альфа, если и только если при x истина альфа. Ну, вот в доказательстве Хамбертон здесь ссылается на доказательство аналогичного высказывания в интуиционистской логике. и пишет также, что лема 4 дана отдельно для удобства, потому что следующая лема 5 является обобщением лемы 4 и подобных случаев. лема 5 для всякой для всяких формул с альфа первого по альфа n и бета выполняется, что формула бета является татологическим следствием формул с альфа первого по альфа n если только если значит они связаны отношением логического следования в нашей системе значит ну и лема опять означает, что отношение следования в логике возможностей является вполне классическим оказывается с использованием лемы 3 и лемы 1 и в целом лема 3 и лема 1 очень часто фигурируют в доказательствах являются основным одним из основных приемов значит дизъюнкция и импликация определяются через два основных конъюнктива конъюнкцию и отрицание опять же достаточно привычным способом дизъюнкция определяет отрицание конъюнкции отрицаний и импликация как отрицание конъюнкции антицидента и отрицание концидента значит если взять эти определения и подставить в них то есть условия истинности для отрицания и импликации то для дизъюнкции и импликации мы получим такие условия истинности для дизъюнкции значит при возможности х истинная формула альфа дизъюнкция бета если только если для всякого уточняющего х или существует z1 уточняющий у такого что при z1 истинной альфа или существует z2 уточняющий у такого что при z2 истинной бета то же самое можно записать проще что существует z уточняющий у такое что либо при z истинной альфа либо при z истинной бета для импликации при возможности х истинная формула альфа имплицирует бета если только если для всякого уточняющего х если при y истинной альфа существует z уточняющий y такое что при z истинной бета значит Харберсон объясняет что значит у нас получаются вот такие достаточно громоздкие определения с y и z они не более привычные определения которые профигурировал x потому что у нас как раз имеются возможности неопределенности и для дизюнкции очевидно что так и должно быть потому что дизюнкция может быть истинной для того возможности в которой ни один дизюнк не является а для того чтобы понять какие последствия имеет такое задание условия истинности для импликации он предлагает сравнить ее с временно введенным коннективом который обозначается вот такой стрелочкой с более простыми условиями истинности которые можно было бы ожидать не вдумываясь особенно значит при x истина альфа стрелочка бета если только если при x неистинно альфа или при x истинно бета и оказывается что для альфа и бета свободных от вхождения этого оператора стрелочки то есть для тех формул которые выражены в нашем постоянном языке и для которых мы уже доказали предыдущие реммы можно доказать что значит формула альфа имплицирует бета с помощью формулы альфа имплицирует бета можно доказать формулу альфа стрелочка бета то есть коннектив да но не наоборот то есть коннектив импликации в том смысле в котором его более конверсован является более сильной более сильной чем коннектив стрелочка и к тому же как показывает коннектив с такими условиями истинности как мы задали стрелочке может нарушать устойчивость значит в качестве контрпримера берется некоторая формула альфа с неопределенными значениями истинности превалюации вей пропорциональных переменных при возможности х и формула бета с такими пропорционными переменами что ве бета y равняется ложь для всех y моделей и тогда что мы имеем тогда значит стрелочка выполняется поскольку альфа неистинна и значит условия истинности таким образом выполняются но в то же время при этой же возможности х не является истинным формулой альфа имплицировать бета потому что потому что у нас может быть такая возможность y уточняющая х что значит в ней будет истинная альфа неопределенность мы можем неопределенность починить таким способом чтобы альфа оказалась истинной а раз бета у нас везде ложна то значит условия истинности для импликации выполняться не будут таким образом делает вывод кономотив с теми условиями которые он задал лучше и вообще полностью соответствует нашим вопросам также он предлагает сравнить эту импликацию с импликацией в интуиционистском стиле для которого он выбирает вот такой символ двойной стрелки и условия истинности задаются так для этого кономотива значит при х истинно альфа двойная стрелка бета если только если до всякого уточняющего х если при у истинно альфа то при у истинно бета и оказывается что условия истинности этого кономотива двойная стрелка эквивалентна условию истинности коннектива импликации по хамберстоуну то есть можно доказать следование в одну сторону и в другую значит и таким образом говорит хамберстоун для импликации которая используется в нашем постоянном языке мы можем взять такие условия истинности которые мы вводили для двойной стрелки потому что они более простые значит да далее он переходит к модальностям как обычно вводится один основной модальный оператор оператор бокса и значит его условия истинности и значения такие же как обычно при возможности х истинно формула бокса альфа если только если для всякой возможности у такой что она находится в отношении р с возможностью х выполняется что при у истинно формула альфа значит далее он делает несколько пояснений относительно смысла этого отношения р и его связи со свойствами модального оператора он говорит что раз мы хотим сделать логику похожую на обычную модальную логику то мы должны наложить на R такое условие чтобы ни одна возможность достижимая из той возможности где у нас имеется такая формула не фальсифицировала саму эту формула и таким образом а ну да и при этом еще значит при этом еще у нас имеется условия устойчивости такое которое гласит что при уточнении формулы с боксом в смысле при уточнении возможности где истина формула с боксом формула с боксом должна также оставаться истина отсюда следует что мы должны значит затребовать следующие свойства модального нашего модального оператора первых очевидно что на расширенный с помощью этого оператора язык должна распространяться лема-1 вот она лема-1 значит по поводу устойчивости и во-вторых ну да вот значит во-вторых да нам надо проследить за тем чтобы отношение R у нас было таким каким вы хотели он говорит что все это можно достичь если наложить на модели вот эти три условия значит P1 P2 и R условия P1 гласит что для всяких X и Y если X уточняет X и X находится в отношении R с Y то X также находится в отношении R с Y значит u условие P2 гласит что для всяких XY Y штрих если Y штрих уточняет Y и X находится в отношении R с Y то X находится в отношении R также с Y штрих и последнее условие R гласит что для всяких Y если X находится в отношении R с Y то для некоторых X штрих уточняющего X Здесь выполняется, что х' находится в отношении r плюс с y, где запись х' находится в отношении r плюс с y. Представляет собой сокращение для записи, что для всякого уточнения этого х', которое уточнением будем обозначать х' с двумя штрихами, для него выполняется, что он находится в отношении r плюс с y. Все это довольно сложно как-то схватить в записи, поэтому вот я нарисовала опять картинки, чтобы пояснить, что здесь требует нам. Значит, вот картинка, соответствующая условию P1. Значит, она гласит, что если у нас имеется, значит, какая-то возможность и дано, что из уточнения этой возможности достижимо, ну, я буду говорить достижимо, как привычно, какая-то другая возможность y, то мы отсюда можем заключить, что лишой возможности также достижимо возможности y. Почему это должно работать? Значит, мы помним, что отношение r, вот этот наш аналог отношения достижимостей, он у нас, значит, ответственен за то, чтобы придавать правильные свойства модальным операторам. Значит, предположим, что в этой возможности x-штрих истинно какая-то формула бокс-альфа. Это у нас означает, что во всякой возможности достижимый из x-штрих должна быть истинно формула альфа без бокса. Значит, но теперь предположим, что вот эта стрелка не является правильной, то есть y не достижимый из x-штрих. И это у нас противоречит, мы только что сказали, что во всякой, которая соответствует нашим условиям, должна быть истинно формула альфа. А это и значит, что, значит, формула бокс-альфа истинна в мире, значит, из которого достижимы y. Проще говоря, для того, чтобы нарушалось условие b1, у нас должно быть, значит, чтобы в x была истинна формула бокс-альфа, а в y, значит, альфа не была истинной. Но это невозможно, поскольку y достижим из x-штрих, в котором бокс-альфа также истинна, поскольку она является уточнением x. Значит, формула условия b2 соответствует второй картинке. Вот у нас также имеются две возможности x и y. Данно, что y достижимы из x-а, и имеется какая-то y-штрих, уточняющая y. И согласно требованию b2, мы можем отсюда заключить, что y-штрих также достижима из x-а. Почему это требование должно выполняться? Потому что, чтобы оно не выполнялось, у нас, если мы опять же предположим, что в x-е формула бокс-альфа, значит, соответственно, в y-ке истинна формула альфа. И, значит, если требование b2 несправедливо, это означает, что у нас, значит, в y-штрих должна быть не истинна формула альфа. Но этого не может быть, потому что y-штрих у нас является уточнением y, в котором альфа. Последняя картинка соответствует условию r. Значит, также у нас имеются две возможности x и y. Дано, что y достижим из x-а, и при этом имеется уточнение возможности x. И мы, согласно условию r, можем заключить, что, значит, между x-штрих и y имеется вот такое вот отношение r с плюсом. Вот здесь я его обозначаю большой жирной циталилкой, чтобы отличить от обычного r. которая состоит в том, что не только в самом x-штрих, то есть не только из самого x-штрих, но также и из любого уточнения x-штрих y является достижимым. Значит, по поводу этого условия r, Коммерстоун говорит, что оно представляет собой модальный аналог леммы 3 и в том смысле, что оно гарантирует глобальное соблюдение принципа уточняемости. И для лучшего понимания он показывает, почему нельзя вместо условия r принять более простое условие r со звездочкой. Значит, такое, что для всяких возможностей x и y, если y достижима из x, то между ними имеется также вот это вот отношение r с плюсом. Вот соответствующая картинка. Значит, также у нас имеются две возможности x и y, между которыми имеется отношение достижимости. И это общее условие. И Коммерстоун говорит, давайте предположим, что у нас такая модель, что в x истинно формула бокс-альфа или бокс-ми-альфа. Значит, что это значит? Это значит, что у нас у возможности x имеются два уточнения. В соответствии с нашим правилом уточняемости. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе, значит, обозначим их x1 и x2. Такие что в x1 будет истинно формула бокс-альфа, а в x2 истинно формула бокс-ми-альфа. Значит, истинность этих формул... Да, и, значит, дополнительно мы предположим, что у нас в возможности y истинная формула альфа. Это не противоречит предположению построения. Однако, если мы теперь проверим, достижима ли y из x1 и x2, то увидим, что y вполне может быть достижимой из x1, где истинно бокс-альфа. Но она не может быть достижимой из x2, где истинно бокс-ми-альфа. Потому что для этого вам надо было бы, чтобы в y была истина не альфа, а в y истина альфа. И, таким образом, мы не можем провести вот эту вторую красную стрелку от x2 к y. А, значит, не всякое уточнение x, не из всякого уточнения x является достижимым y. Значит, вот эту жирную стрелку мы тоже провести не можем. Значит. Далее Хемберстоин пишет, что, имея эти три условия, можно дополнить доказательства лем с первой по пятую индуктивными случаями, включающими оператор необходимости. И при этом лемы со второй по пятую нужно, естественно, понимать так, что понятия тавтологии и тавтологического следствия применяются путем постановки к формулам, содержащим бокс. И, значит, завершающим аккордом всего этого построения является теорема о... Ну вот, soundness, я не знаю, как это правильно переводится. В общем, теорема о том, что, значит, эта система, логика, получившаяся у нас, является такой, в которой, во-первых, доказуемо все, что доказуемо в системе Кей, и, во-вторых, истинно, то есть доказуемо все, что истинно в нашей семантике соответствующей. Значит, вот доказательства, оно строится в несколько этапов, отдельно доказывается, ну, то есть, как мы помним, все, значит, чтобы у нас получить все теоремы, как это казалось, Кей, у нас, значит, должны, во-первых, быть истинными все тавтологии, классической логики и их постановочные случаи, то есть аксиомные схемы. А, во-вторых, у нас должен выполняться принцип Кей, то есть должны быть истинные формулы вот такого вида, значит, и, значит, в общем, бокс альфа инфицирует пэта, инфицирует, что бокс альфа инфицирует бокс пэта. Значит, значит, и, значит, для тавтологии доказательства, значит, модуль получается из земли второй, а принцип Кей доказывается специально. Вот здесь приведен. Также, значит, как пишет Хэмберс, то он можно показать, что оба правила вывода системы Кей, то есть модуль склонен и правила нацесситации сохраняют общую значимость. Ну, он здесь не приводит того, как это показывается. Значит, все равно только если эта теорема доказывается с помощью такого простого соображения, что любая модель Кринке может быть переведена в эквивалентную модель Хэмберстоуна посредством задания условия, что отношение уточнения у нас имеется между возможностями, если и только если, и возможности равны. И если мы задаем такое условие, то у нас, значит, семантика Хэмберстоуна коллапсирует в семантику возможных неров, и можно убедиться, что в ней по-прежнему выполняются условия P1, P2 и R. Далее Хэмберстоун отмечает, что такое доказательство полноты опирается на уже имеющееся доказательство полноты системы Кей относительно класса моделей Кринке. Однако можно также напрямую доказать полноту Кей относительно класса моделей, которые вводятся в семантики Хэмберстоуна. И он дает некоторые пояснения к этому доказательству, но говорит, что поскольку основной аппарат доказательства уже, значит, использовался автором по фамилии Йогер в статье, вот, интервалы и времена, то он не будет переводить доказательства полностью. Он говорит, что такое доказательство полноты Кей может быть интересно с точки зрения некоторых философских позиций. Но я не буду углубляться в этот вопрос. Возможно, после доклада кто-то захочет его обсудить. Значит, да. Ну, второе, дальний оператор, оператор возможностей. Опять же, привычным образом определяется через оператор необходимости. По определению, значит, запись, возможно, альфа, эквивалентной записи, что не необходимо, не альфа. И распаковав данное определение, мы получаем следующее условие истинности для оператора возможностей, для формулы с оператором возможностей. Значит, при Х истинно возможна альфа, если только если для всякого и штрих, уточняющего Х, существует Y, такой, что... Значит, если... Такое, что Х-штрих находится в возношении R-Y, и существует Y-штрих, уточняющий Y, такой, что... Ой, наверное, ошибка. Такое, что при Y-штрих должно быть истинно альфа. Значит, и снова, чтобы увидеть последствия такого задания в условии истинности, можно сравнить свойства таким образом заданного оператора возможностей и временно обведенного оператора, как это обозначается, по Y-м, со следующими более простыми условиями. Значит, если в Х истинно альфа, если только если, для некоторого Y такого, что он находится в отношении... Что Х находится в отношении к Y, выполняется, что в Y истинно альфа. Оказывается, что, значит, из формулы с нашим обычным оператором возможностей, возможно, альфа, можно вывести формулы, но не наоборот. Значит, и к тому же этот вот оператор M может приводить к нарушению устоятельств. Это можно увидеть, поскольку, чтобы заключить от истинности M альфа при некотором, и к X, и к истинности M альфа при X4, уточняющем X, мы должны быть уверены, что из X4 достижим всякий элемент, достижимый из X. Однако, когда мы рассматривали условия R со звездочкой, мы показали, что это очень верно. И, то есть, опять же, те условия истинности, которые мы задали для нашего оператора возможностей, лучше и в целом полностью соответствуют нашим запросам. Так, показывает, что условия R со звездочкой тем не менее будет выполняться в тех случаях, если, когда мы будем накладывать на R дополнительное условие, чтобы R было симметрично. В обычной модальной логике, интерпретируемой на семантике возможных неров, мы получаем симметричное отношение достижимости. Камберстоин говорит, что кажется, как будто бы наша семантика возможностей блокирует нам доступ к логикам КБ, Б и С5, в которых принимается аксионная схема Б. Однако, как он говорит, существует способ обхода этого ограничения, поскольку в логике возможностей мы можем получить систему отношению исследований, которые будут эквивалентны отношению исследования КБ. Чтобы получить такую систему, мы накладываем на модель наполнительное условие. Он его обозначает как условие звездочка, значит, которое гласит, что если x находится в отношении R плюс к y, и y штрих уточняет y, то x находится в отношении R плюс также и к y штрих. Он показывает, что это действительно, это условие действительно позволяет получить логику эквивалентную КБ и таким образом говорить, что в семантике возможностей мы можем интерпретировать и КБ, и Б, и С5. Особенно ценной является, конечно же, С5, которая часто используется для формализации разных областей знания. В целом, как заключает Хамберстон, если смириться с теми сложностями, которые создаются необычным подходом к пересканию в семантике возможностей, то эта семантика может быть не менее полезным теоретико-модельным основанием для модальной логики, чем обычная семантика возможных неров. В конце статьи даются два дополнения. Вначале он говорит, что существует довольно много вопросов, которые было бы интересно разобрать в связи с семантикой логикой возможностей. Это и квантификация, и разные другие вещи. Ну вот он останавливается отдельно на двух темах, на пропозициях и на убеждениях. Про пропозиции он говорит, что в семантике возможных миров, как мы помним, пропозиции моделируются как множество миров, и в семантике возможностей можно поступать аналогичным образом, заменяя просто миры на возможности. Однако, как он говорит, этот теоретико-множественный аппарат подводит нас, тогда мы рассматриваем пропозиции как объекты пропозициональных установок. Далее он поясняет, что мы имеем в виду под этим высказыванием. И в качестве альтернативы он предлагает считать пропозиции не множествами возможностей, а самими возможностями. Ну, он здесь оговаривается, что это не совсем так. То есть не каждая возможность может считаться пропозицией, а некоторая максимальная возможность, при которой эта пропозиция будет истинной. Продолжая геометрическую аналогию, можно сказать, что за пропозицию выражающую некоторое альфа принимается максимальная область логического пространства, на которое это альфа истинная. А если альфа представляет собой противоречивое высказывание, то эта область будет пустой. И, говорит он, на множестве таких областей можно определить мереологические операции, пересечения, объединения, которые обычно в таком контексте называются смешением, и дополнения, как в случае отношения типа часть целая на обычных пространственных областях или на физических объектах. Если теперь принять дополнительное предположение, что точечных областей у нас нет, то есть любая область может дополнительно уточняться, тогда множество областей с операциями на нем будет определять безатомную булевую алгебру. Правда, говорит он, тогда нужно будет аккуратно сформулировать понятие уточнения, чтобы оно было взаимно определяемо с соответствующими булевыми операциями. В частности, надо учитывать, что области могут быть пустыми. и если это получится, говорит он, то тогда у нас получится очень хорошие условия истинности для пропозиции, для коннективов, то есть если пропозицию выражаем формулой альфа обозначает альфа в военных скобках, то альфа будет действительно при х, если и только х, и если х будет уточнением ну да, тут должны быть двойные скобки, значит х будет уточнением вот этой области которую мы сопоставляем с пропозицией выражаемой альфа. Значит пропозиция альфа и бета будет равна пересечению областей соответствующей пропозиции альфа и соответствующей пропозиции бета, значит пропозиция не альфа будет дополнением пропозиции альфа и так далее. то есть у нас получается такая очень красивая и интуитивная красивый интуитивный формальный аппарат. альфа касается убеждений он говорит, что проблема того подхода к моделированию убеждений в целом пропозициональных установок которые принимаются в семантике возможных миров состоит в том что миры полностью определены и если какой-то мир принимает достижимый в этом мире истинно некоторая альфа считается что агент прямо в буквальном смысле убежден в этом самом альфа однако можно быть убежденным например в резюнции двух пропозиций не будучи убежденным ни в одной из них в отдельности то есть получается что как бы для для из того мира где значит у нас субъект верит в альфа или бета будут достижимы оба мира значит где истина альфа в это но при этом ни один из этих миров в буквальном смысле не будет тем мира в который верит субъект для того чтобы избежать этого хамперстоун и предлагает использовать семантику возможностей которая избавлена от такой излишней определенности весь аппарат семантики возможных миров который используется для моделирования убеждений можно перевести в семантику возможностей нужно только обвести способ выделения этих таксистически возможных возможностей вместо стандартного отношения достижимости и определить соответственно значение таксистического аппарата если обозначить область таких возможностей как подчеркнутое В то то у нас должны получиться следующие условия истинности для выражений статистическим оператом В значит при х истина В альфа если только если при В подчеркнуто истина альфа вот здесь он дает как раз ссылку на работу Барвайса сцены и другие ситуации на момент написания статьи эта работа была еще не опубликована но вот потом она была опубликована в частности в сборнике 89 года эта статья есть значит там используются как раз подобный подход к моделированию но не убеждений а перцептивной установки видения также Хамперстоун упоминает что логика для аэлитических модальностей может быть построена в соответствии с теми же самыми принципами которые предлагаются им для декцистической логики возможностей тогда в качестве модели мы будем иметь тройку из W от этого отношения больше равно которое означает отношение уточнения и значит функции V то есть у нас из понятия модели будет выполнять выпадать отношение R а условия истинности для оператора необходимости будут такими в модели M при возможности E будет истина box alpha если только если в модели M при объединенной возможности V будет истина опять печатка alpha значит объединенная V это просто объединение всех возможностей которые входят множество W объединенная W входит множество W значит и он говорит что можно даже понимать по W не множество областей а саму область соответствующую полностью неспецифицированные возможности и тогда вот это объединение по W в форме следует просто W в этом случае значит у нас свойства оператора возможностей нашего будут совпадать с теми свойствами которые мы видели у оператора M который мы временно определяли выше и мы тогда получим логику типа S5 симметричным то есть логику которая в стандартной семантике возможных миров соответствует симметричному отношению достижимости на этом у меня все спасибо за внимание прошу вопросы поскольку вопросы пока что еще не созрели позвольте мне начать у меня вот существует некоторое недоумение во-первых спасибо Ане за замечательный доклад который достаточно сложен а недоразумение у меня возникает с трактовкой оператора уточнения если мы будем подходить к нему в теоретико множественном смысле он вроде бы намекает на это то есть здесь как бы стоит значок больше меньше то в теоретико множественном смысле следовало бы писать уточняющее как меньше или равно а не как больше или равно значит этот значок используется не в теоретико множественном смысле ну например если мы берем отношение больше меньше в булевой алгебре то следование будет меньше чем по посылке да есть такой момент значит вот это этот значок насколько я поняла означает больше не в теоретико множественном смысле а в смысле количества информации то есть у нас грубо говоря добавляется лишняя строчка к описанию и поэтому поэтому описание как бы получается больше хотя в теоретико множественном смысле действительно получается меньше это замечательно но здесь какой-то диссонанс геометрии и символики возникает когда мы начинаем рисовать схемы то мы рисуем уточняющие внутри уточняемого и этот рисунок сдается теоретико множественной геометрии да это так вот как бы одна интуиция наезжает на другую по идее надо было бы отказаться и от подобного рисования то есть схематизм Эйлера не подходит для графического изображения соответствующих отношений может быть что-то вроде мириологии но я не помню рисуется ли что-то в рамках мириологии или не рисуется ну вот вот эти геи это как бы сугубо мое сугубо мой прием для того чтобы просто больше понимания было а сам он в статье рисует схемы другого рода у него значит там узлы и стрелки между ними причем горизонтальные стрелки означают отношения R а вертикальные стрелки означают вот это вот отношение больше либо равно ну на мой взгляд у него получается не очень-то ясно поэтому поэтому я их докладе не съем так ну ладно я просто не знаю как надо рисовать мириологию какую тут геометрию для мириологии предложить а если у него узлы и стрелки то может быть это что-то связанное с дистанциальными графами пирса или с шрифтом понятий фреги или еще с чем-нибудь но надо подобрать рисование уместное для мириологии именно а не для теоретика множественных отношений короче немножечко в затруднении это поднимать ну да вот именно в этом аспекте мне кажется у Хамберстоуна получилась не такая хорошая семантика как у Барвайс Астери потому что у них там нет таких контринтуитивных обозначений у них как раз символ больше означает как я уже говорила пространственно на временную вложенность ситуации и у них та ситуация которая обозначает больше и действительно является больше ну так по идее так и должно быть но не обязано мы можем в общем-то отказаться от теоретика множественного подхода куда-нибудь рвануть в сторону мириологии и задать некоторую немыслимую геометрию вот но к сожалению я многого не понял но доклад очень интересный спасибо спасибо ну я тоже со своей стороны хочу поблагодарить за доклад но у меня вопросов никаких не возникло вот я скажу может быть где бы поблагодарить ну то есть котята старенькая может быть ты видел что-то еще подобное ну честно сказать я не припомню хотя вот может быть все-таки с хинтикой как-то это можно связать у него есть же похожие подходы ну вот во-первых его интерпретация информации и всякие там вот эти вот дистрибутивные нормальные формы да и потом в принципе интерпретации семантики возможных миров ну подход в рамках семантики возможных миров у него такой в духе того что действительно укрепки скорее эти миры заданы изначально да у хинтики они как-то разворачиваются строятся по ходу то есть их заранее то нет у нас просто мы можем уточнять вот здесь что-то похожее но правда здесь все-таки есть определенные отличия да раз не о возможных мирах говорится в первую очередь вот что-то такое что-то что-то такое Продолжение следует...